Школы Подмосковья продолжают работать в очном режиме, но весной пандемия заставила пересмотреть организацию учебных занятий. Как дистанционное образование повлияло на всех участников учебного процесса? Репортажи моих коллег. Мы играем в монополию Рик и Морти. Мы играем в... Я не помню, как игра называется, но... Да, иммагинариум. Совместные игры и встречи в офлайн-формате у Володи и Никиты возобновились в сентябре. До этого ребята, как и школьники всей страны, осваивали новый дистанционный формат обучения. Ребята вспоминают уроки по видеосвязи с позитивом, но признаются, реального общения действительно не хватало. Мы просто встречаемся в сентябре. Я же новенький в школе. Я встречаюсь и понимаю, что я вижу людей, живую. Это классно. Мама Володи – профессиональный психолог. Во время самоизоляции у Антоновых не было проблем ни с успеваемостью, ни с организацией совместного пространства для всех домочадцев. Орвик считает, что дистанционное образование не заменит традиционное, а обучение дома – лишний повод проводить больше времени с семьей. Хочется пожелать, чтобы мамы, особенно многодетные мамы, рассчитывали на то, что всё, что они вкладывают в своих детей, это обязательно отразится не только на их семье, на них самих, но и на общество в целом. В 56-й гимназии Орвик помогает ученикам адаптироваться к новой реальности. Со старшеклассниками она проводит обучающие занятия и тренинги, где ребята учатся преодолевать кризис социализации. Девятиклассник Никита Иванкин говорит, что старался извлекать максимум пользы из удалёнки. Занимался учёбой дополнительно, готовился к ОГЭ. И так как я занимаюсь спортом, естественно, каждый день у меня проводились тренировки. Ну, вообще, немного не хватало, потому что как-то непривычно. Ты сидишь дома один, ни с кем не общаешься, соцсетей тоже было недостаточно, потому что ничего не может заменить общение в жизни. Быстро перестроиться на новый формат обучения пришлось всем участникам образовательного процесса. Хорошим подспорьем стали цифровые образовательные ресурсы и конкретные рекомендации Министерства образования. Когда ребята пришли в сентябре обучаться в очной форме, ребятам предстояло написать, опять же, административные проверочные работы. Их никто не отменял. Но и по результатам мы можем сказать, что наши ребята написали эти работы неплохо. И можно сделать вывод о том, что программа, пройденная дистанционно, ребятами была усвоена. Освоение новых инструментов и развитие компетенций в цифровой среде, дополнительные возможности для самообразования и наличие большего свободного времени. Плюсы дистанционного обучения отмечают и ученики, и преподаватели. А способность к мультизадачности и гибкость мышления – те качества, которые помогут преодолеть любые трудности. Александр Колганов, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.